Всем привет! Это подкаст Bug Report от студии Red Barn. Меня зовут Софа, и сегодня мы обсуждаем, как же нужно строить карьеру IT-специалистом. И сегодня у нас в гостях, не побоюсь этого слова, мой бывший коллега Станислав, СТО компании Улыбка Радуги, и мы будем обсуждать, кто же такой Team Lead, в чем сложностям быть и как им стать. Привет, Стас! Ты сейчас работаешь техническим директором, но я тебя знаю больше как Team Lead фронтовой и мобильной разработки. Расскажи, кто же такой Team Lead, за что он отвечает? Team Lead — это очень размазанное на самом деле понятие. Ты можешь увидеть, что в одной компании это человек, который отвечает за какой-то скоп разработки, в какой-то компании это человек, который отвечает за людей, где-то человек, который отвечает за процессы и так далее. В моей картине мира Team Lead — это был такой, знаешь, мини-СТО. Если взять отдельную команду, то Team Lead — это человек, который отвечает и за людей, и за процессы, и за технологии, и за все, за все, за все, и делает так, чтобы бизнес был счастлив. Что касается моего, допустим, идущего опыта, то у Team Lead, понятное дело, достаточно узкий скоп возможностей. Ну, уже чем там у СТО, у Тихлидарко, либо там у Генерального отдела Эртера и так далее. Но, тем не менее, этим скопом возможностей достаточно интересно пользоваться, потому что чем меньше у тебя инструментов, чем меньше у тебя у Солови, тем больше надо выдумывать каких-то сценариев, чтобы там всем было хорошо и команде, и бизнесу, и там самому себе. Как показала моя, допустим, практика, Team Lead — это человек, который, во-первых, умеет слушать людей, умеет слушать, мало того, свою команду, соседние команды, умеет слушать бизнес, умеет говорить, как надо делать, и он в первую очередь должен понимать, когда он ошибается. Если ты там ходишь, пишешь, пишем вот так, там, не знаю, и ходим там на работу, там, не знаю, к пяти утра, и кто-то с этим не согласен, то нужно услышать все эти контраргументы, и если они там действительно аргументированы, если у них там есть зерно истины, то имеет смысл их подвинять для себя и сказать, что да, я там был неправ. И команда будет счастлива, и ты будешь счастлив, потому что там твой авторитет тоже будет подниматься, команда будет видеть, что ты тоже человек, который там умеет там изнавать ошибки и слушать их. Ты уже сразу так затронул скиллы Team Lead, которые у него должны быть. Давай чуть-чуть подробнее про это поговорим. Какие должны быть харды, скиллы, чтобы человек мог понять, что он готов стать Team Lead и может вообще попробоваться в этой роли? Ну, что касается Team Lead, то его определяют, наверное, во вторую очередь хард-скиллы, а в первую очередь софт-скиллы. Потому что ты можешь быть отличным специалистом, и он суперкрутым инженером, но ты можешь не быть Team Lead'ом. Например, ты просто это физически можешь не вытянуть. Для этого все-таки нужны какие-то коммуникативные навыки, но тем не менее выкидывать там хард-скиллы какие-то тоже не стоит. Если есть возможность, ты должен показать, как правильно сделать. Потому что люди к тебе идут за советом, скажут, а как мне там написать там компонент, как мне там что-то такую-то структуру. И ты хотя бы должен там запустить какую-то цепочку измышлений у этих людей. А ты же пришел в Team Lead'ы из программистов, верно? Да, наверное, можно так сказать. А как ты вообще пришел в программирование? Давай начнем отсюда. Ой, сейчас будет, знаешь, такая очень болезненная тема для современного IT. Я вкатился. Я вкатился. Тогда еще не было этого понятия, по большому счету. И там достаточно долгое время сидели там с друзьями, там с текущими коллегами, с бывшими коллегами. Там сайтики на WordPress'е делали, там что-то нам на карточку скидывали. Мы такие, ничего себе, мы студенты, мы все заработали там 500 рублей денег, поедим. На самом деле, совершенно случайно мы обнаружили, что это и носит деньги. Мы такие, фига себе, и я там свои месячные зарплаты получил что-то такое. Думаю, вот это поворот. А как случился вот этот переломный момент, что ты из программистов перешел в управление, в Team Lead'ство? Надо знать, что это произошло совершенно случайно. Вот насколько случайно, насколько это могло быть случайным. Я работал в стартапе, мы занимались системой родительского контроля, и у нас там был Team Lead, все было хорошо, а потом этот стартап пошел на дно. Ну вот как-то вот так вот бывает. И он, и там большая часть команды, все, отчалили, так сказать, за борт. Сказали, все, мы не готовы в этом участвовать. А я не знаю, наверное, еще какими-то там идеалами ездил, что вот мы сейчас сделаем классный продукт, и нас там осталось что-то четверо человек, и кто еще там Team Lead'ом будет? Ну вот давай, Стас, ты его еще такой, ну давайте. Надо знать, что до этого момента я все равно там как-то, знаешь, получал, что менеджер, и ходил там, вот, и мне нужна такая-то фича там на мобиле, или там, мне вот нужен там такой-то бэк. Ну вот прям, когда это появилось, что называется, в должности, это вот совершенно случайная штука, и то, на самом деле, это достаточно плохой опыт, потому что я был, знаешь, таким техническим лидом, который знает, как там сказать, как кодить. Я не работал с людьми вообще, и, собственно, в том числе поэтому стартап продолжил дальше двигаться на дно. Да, именно поэтому. И на самом деле понимание, что Team Lead – это человек, который работает с людьми, оно пришло, по большому счету, там, несколькими годами позже. Вот тогда вот пришло понимание, что, да, это с людьми, потому что там случился казус, что у меня там два ключевых сотрудника из команды, там, с разницей в неделе написали заявление. Я такой, ну, наверное, это плохо. Звоночек. Звоночек, да. Звоночек. И тогда вот вся вот картинка уже сложилась. Ну давай вернемся от грустных вещей к более приятным. Расскажи, пожалуйста, из чего состоит рабочий день Team Lead'а? Что он вообще делает в течение дня? На самом деле, в моем случае Team Lead'а мало чем отличается от, там, обычного разработчика. Это человек, который утром идет, проведет задачи, посмотрит мержи, проведет, там, делики, если там отдельного человека под это не было. Ну, у меня в моем случае не было. Я там сам все это проводил. Это человек, который продолжит там ресерчить, набирать задачи, сам, где нужно, что-то походит. В принципе, вот такой, на самом деле, достаточно обычный день. Потом, когда уже вот появилось понимание, что это про людей, когда больше решилось там общаться с бизнесом уже, тогда уже, по сути, разработка, она уже там начала уходить на какой-то второй план. Дай бог, там, если там пару-тройку часов в неделю ты позанимаешься, то хорошо. А так, в основном, это какие-нибудь one-by-one встречи. Это посидеть и рассказать, как вот такую-то штуку накодить, послушать бизнес и так далее и тому подобное, и что-то там выдумать для него. Ну, я как раз хотела тебя спросить, чего больше все-таки в твоей работе, технических каких-то вещей или менеджерских? Ну, как ты сам сказал, больше уходит в менеджерские истории. А всегда ли так? Или бывают такие прям ситуации, что ты вот садишься рядом со своими разработчиками, и вы сидите вместе пилите? Бывает, бывает. На текущем месте работы, то есть мы вот в том числе там садимся, и какие-то моменты, которые там никто не понимает, или там видно, что человек закапывается, мы садимся и начинаем там разбирать, делать. Второй момент, очень хорошая практика на самом деле для себя, и, в принципе, для команды тоже очень неплохая практика. Это когда есть какая-то проблемная штука, к которой разработка еще не подошла. Ну, ты уже знаешь, вот что она будет. Ты уже там в бакологе где-то там под вкладочками смотал, и что вот-вот я вас там напугаю. И обычно, как я поступал, я подготавливал какой-нибудь прототип от решения, и мы его с командой там, с командой, или, соответственно, там, разработчиком, который будет фичой заниматься, мы разбираем. Сидим, я показываю, что вот-вот есть вот такая штука, такой-то прототип, у него есть такие-то проблемы, и пользуйся, можешь вообще выкинуть за борт. Твое право. Найдешь решение лучше, классно, не найдешь, ну, вот, бери, применяй, и, не знаю, напильником, что называется, обработай, и все будет хорошо. То есть, в принципе, такой легкий баланс сохраняется между тем, что ты занимаешься все-таки техническими вещами, и в управление уходишь? Да, да, в принципе. Но видишь, какая штука. Чем больше ты там начинаешь общаться с заказчиком, с бизнесом, тем меньше у тебя остается времени на технические штуки. По одной простой причине. Бизнес видит в тебе человека, которому можно отгрузить свои проблемы, и его, на самом деле, меньше всего заботит, что у тебя есть какая-то потребность, там, что-то походить. У него есть задача. Ему ее нужно сделать. Кто ее будет делать, как ее будет делать, вообще без разницы. И тут, на самом деле, проще саму подстраховаться и выслушать бизнес, какие-то решения придумать, аналитику какую-то подключить. Если это отдельный человек, то это вообще идеально. Может, сам что-то придумаешь. И потом уже разработка идет в ценность, которую нужно сделать, которая уже будет более-менее разжевана, с которой меньше проблем будет, чем пойти. Не знаю, там, или бизнес, не дай бог, непосредственно в разработку отгрузить, или выслушать, сказать, да-да-да, скажите, напишите, что сделаем по пунктам, сейчас мы сделаем, а саму пойти походить. И вот, когда у тебя вот этот дисбаланс начинает в сторону общения с бизнесом уходить, естественно, на разработку меньше времени остается, и приходится уже там прям что-то выкраивать. То есть, знаешь, какая штука происходит? В начале часто происходит, что ты, наоборот, должен выкраивать общение с бизнесом, с заказчиком. Бизнес, не знаю, это кто угодно, может быть. Не знаю, ты как представитель другой команды, не знаю, какой-нибудь менеджмент и так далее и тому подобное. У кого есть потребность в твоем ресурсе, тот для тебя и бизнес. И в начале ты, там, ищешь, не знаю, там, часы, минуты, чтобы пообщаться с заказчиком, потому что вот у тебя фичи, и от них надо делать. А потом, когда у тебя уже команда более-менее самостоятельная, ты, наоборот, уже сидишь такой, блин, можешь походить что-нибудь. Вот. И начинаешь там, ну, или для себя что-то поделать, или там фичу какую-нибудь поставить. Ну, на самом деле, хорошая практика считается интересоваться разработкой. Хотя бы мержи поставить, чтобы понимать, что у тебя команда делает. Потому что фичи — это хорошо, но то, что под капотом в этих фичах происходит, все-таки это тоже очень круто. И, во-первых, это и тебя развивает. Ты можешь какие-то недочеты поставить, или, наоборот, крутые штуки, которые выдумала команда. И в случае чего, там, вовремя с реагировать, там, тиму направить. То есть, получается, чем ты скилловее становишься со временем, тем больше ты тратишь времени на общение с заказчиком и меньше кодишь. Да, да. Получается так. Получается так. И тут, видишь, какая штука. Часто слышал, что вот, а если у тебя команда и растет технически. И тут происходит такая вещь, которую надо для себя подлинать, подлинать в первую очередь, что это происходит. Появляются люди, новые в команде, старые люди в команде, там, подтягиваются. И в какой-то момент ты понимаешь, что они, как разработчики, они в чем-то учат тебя. Единственное, что тебя, как разработчика, еще там возвышает, что называется, над ними просто делает твой уровень повыше, это опыт. Все, больше ничего. А что касается, там, отдельных инструментов каких-то, они могут знать больше и ничего. Ну вот да, ты же, по сути, перестаешь быть, вот, держать руку на пульсе с этими всякими новыми технологиями и так далее, потому что у тебя больше теперь работа сосредоточена на менеджерстве, на общении с бизнесом и так далее. Они продолжают находиться в этом во всем, и они, получается, даже не новые разработчики, те, что у тебя были, они начинают быстрее и быстрее развиваться. И как вот в этот момент не потерять перед ними авторитет? Понятно, что у тебя есть, там, опыт и так далее, но со временем и это же может перерасти. На самом деле, ну, вот честно, я не столкнулся с такой штукой, как потерять авторитет, наверное, по двум причинам. Первое — это в любом случае мы сидели, разбирали фичи, и там главное накидывать идеи какие-то, желательно более-менее там реализуемые и логичные. Либо тоже бывает такая штука, что разработка сама натыкается на проблемы. У меня было в моей практике два раза подобная ситуация. Первое — мы пилили какую-то штуку для работы с файлами, второе — приглашение пользователей к себе из контакт-листа. Работа с файлами сложнейшая была, я сидел там, вчитался, вчитался, такой, нифига себе, там, чувак написал, короче, думаю, вот классно. А потом она и стала работать. Ну, она, точнее, она никогда особо не работала, только никто это не замечал. Банально, что называется, на опыте, ты такой, типа, а вот у тебя здесь божина, еще такой посмеиваешься, говоришь, кто это наделал. А так, на самом деле, чтобы не потерять авторитет, если подытожить, не нужно делать вещи за команду. Нужно делать местик с командой, нужно и долгать решения, чтобы она видела, что ты можешь, что ты еще там не старый волк, которого уже можно сваливать, что ты здравомыслящий просто человек, что ты не долгаешь какие-то там дикие штуки делать, и все. А ты рассказал, что ты, в принципе, стал тем лидом случайно, как мы выяснили, но я искренне надеюсь, что это не у всех так происходит, и что многие приходят к этому осознанно. А как вообще осознать, что ты готов перейти от просто программирования к управлению? Как понять, что ты можешь это все? Есть у меня сомнение, что вот, знаешь, что у человека появляется такой вот момент, когда он утром встает, и вчера я не был готов быть тем лидом, а сегодня я уже готов. Человек просто сам не заметит, как вот этот пятый ход, он произойдет. Потому что если ты проявляешь там ответственность, какую-то инициативность, общаешься с командой, ты начинаешь исследовать там не свои какие-то задачи, которые вот у тебя на доске в виде карточек случаются, а задачи команды и задачи бизнеса, то ты уже становишься тем лидом. Ну, так или иначе, пусть тебя никто там не назвал так, но, тем не менее, ты уже начинаешь потихоньку какими-то маленькими шишками, но двигать людей там в нужном направлении. Правильном, неправильном, это абсолютно без разницы, это с опытом и ходит. Но, тем не менее. И просто ты однажды такой сидишь и смотришь, блин, а я тем лид. Ну, смотри, окей, вот предположим, что ты начал этим всем интересоваться, там не только своими задачами, а чем-то больше, понял, что у тебя это даже получается, тебе это интересно, и такой, все, наверное, я хочу стать тем лидом. Во что еще нужно вкладываться, что еще там нужно изучить, чтобы это был не просто тем лид, который ведет стартап ко дну, а более-менее хороший? Слушай, ну, я не думаю, что в продаже можно найти книжку «Как стать тем лидом», и там, знаешь, такое оголовление, и в конце еще упражнения есть, там галочки поставить. Ну, скиллы какие нужно развивать? Ну, на самом деле, достаточно стандартный список скиллов для любого IT-специалиста. Это все-таки системность мышления, внезапная коммуникативность. Ну, для IT, конечно, это тяжело, но, тем не менее, тебе нужно общаться с людьми, хочешь ты этого или нет. Тебе нужно углублять тупо, предметную область, в которой у тебя занимается команда. Если это фронт, то будь добр знать про фронт, там, какие-то крутые штуки. Если это бэк, то будь добр. Пусть это не то чтобы отрывочные знания, но, тем не менее, знаешь, там, управление памятью, там, еще какие-то, еще какие-то штуки. Вещи, которые там можно бесконечно углублять, но, тем не менее, это знания, которые должны быть, там, цельными, плюс-минус, и которые ты можешь подыменить, которые ты можешь подыменить на, там, своем проекте, там, на проектах соседних команд и так далее. И, на самом деле, на самом деле, умение, знаешь, подыменять свой какой-то идущий опыт, хороший, плохой в особенности, на себе, своем проекте и своей команде. То есть, если у тебя ушло, там, двое ключевых сотрудников из команды, вспомни, что у тебя есть еще двое, трое, четверо, пятеро, которые сейчас, может, даже не ключевые, там, но могут ими стать, пойми, что с этим делать. Пусть это будет, там, знаешь, рожденный в муках какой-то процесс управления коллективом, но пусть это будет хоть какой-то процесс. Даже если они после твоего процесса еще уйдут, тем не менее, тем не менее, это точно так же будет твой опыт. Давай вернемся к техническим навыкам, потом про софты еще мы с тобой продолжим. Обязательно быть синером или тем людям может стать какой-нибудь средний разработчик? Или нужен прям очень скилловым быть техническим? Ну, вообще, вообще, там, вернусь к началу нашего разговора, не обязательно, там, быть синьером-помидором, нужно, как я, признать свой предмет. Тут вопрос стоит задать, кто такой синьор, ну, потому что, опять же, это очень размытое понятие. Человек, который кодит или который, там, решает бизнес-задачи без, там, чьей-то помощи. Если человек, который просто хорошо кодит, мы его, там, называем синьором, то, наверное, недостаточно. Если это человек, который может решать задачи бизнеса, к которому может идти бизнес и сказать, мы хотим вот так вот, а он всю душу вынет из бизнеса и спросит, а вот так это как? И что вы с этим будете делать? И сам сделает, там, с командой, то, да, достаточно быть синьором. То есть, скиллы именно харды на каком-нибудь нереально высоком уровне, это, в принципе, необязательное качество для темлида? Ну, прям на таком уровне, что сегодня ты темлид, а завтра пошел строить ракеты, наверное, нет. Пожалуй, необязательное. В 1959 году в Америке появилась первая звукозаписывающая компания, основателем которой был афроамериканец. Matown Records известна также под названием Tamla Matown или просто Matown. Лейбл специализировался на записи чернокожих исполнителей, а еще в Matown разработали особое направление ритмин-блюза. Оно даже получило название «Маттаунское звучание» или «Детройтский соул». На этом лейбле начинали свою карьеру самые выдающиеся звезды афроамериканской музыки тех лет. Среди них был Стиви Уандер, Марвин Гэй, Диана Рос и Майкл Джексон. У истоков «Маттауна» стоял Берри Гордон, который писал песни для Джеки Уилсона и других чернокожих исполнителей. Он сделал следующий вывод. Большинство даже самых талантливых темнокожих исполнителей были на обочине музыкальной индустрии. Большинство лейблов принадлежало белым, а на радио были квоты на расовую музыку. А чтобы песня темнокожего попала в чарт, ее нужно было перезаписать белому исполнителю. По мнению Горди, создание афроамериканской компании звукозаписи было способно привести к прорыву в музыке. И если изначально «Маттаун» рассматривалось как семейное предприятие Горди и его двух сестер, они нашли последователей и исполнителей, которые помогли студии развиться. Благодаря тому, что на лейбле большое внимание уделялось творческому росту и сплочению коллектива, в «Маттауне» создавалась гармоничная и дружественная обстановка. Юные артисты путешествовали с профессионалами. Для новичков существовали курсы танцев и сценического поведения. С 1961 по 1971 год 110 синглов лейбла попали в десятку национальных чартов продаж. Хитовый потенциал «Маттаунских» записей не был случайностью. Горди и его помощники просчитывали все наперед. Они исключали импровизацию и случайности. И вот безупречно отлаженная машина «Маттаун Рекордс» выдавала хит за хитом. Также и в команде ВК есть все условия для профессионального и творческого роста каждого. А дружественная и комфортная обстановка позволяет создавать продукты и решения, которые обречены на успех. А какие бы ты дал бы советы начинающиеся льдам? Потому что я иногда провожу собеседование с программистами, и очень часто вопрос, а какое ты хочешь развитие? Не знаю, наверное, каждый второй говорит, ну, я, наверное, хочу через некоторое время стать тим льдом. Вот, чтобы ты вот этим ребятам посоветовал, что им сейчас начать уже делать. Я бы предложил ему остановиться хотя бы и сказать, возможно, вам это не нужно. Потому что пока... Давай вот пока из этой шуточной темы, из моего совета исходить. Пока ты передвигаешь задачки, спрос у тебя небольшой. Ну, объективно. Ты передвинул задачку, там, что-то накодил, что-то сделал, такой, нифига себе, мы элис выпустили. В случае, если ты тим лид, то команда там передвигала задачи, элизнула, ты такой, хорошо. А потом из недели с этим элизом что-то случилось, что-то там упустили, не знаю, там. И первый там, кому... Один из первых людей, к кому приходит, это тебе говорит, слушай, там что-то не работает. Ты такой, блин. Что касается, там, начинающих тем лидов, если все-таки захотели, если понимаете, что вот без этого там жизнь не мила, то поработать над собой в первую очередь. Не сторониться команды, работать над своими тех скиллами. Чем больше вы захватите знаний, любых, абсолютно любых, неважно, что это, оценка задач, голфов почитаете, еще что угодно, тем лучше. Окей, давай вернемся к команде, к твоему уже пониманию, что надо работать с людьми. Как именно ты работал с каждым отдельным членом? Что ты для каждого делал? На самом деле, вот на идущем моем месте работы, на текущем, этот опыт немножко трансформировался. Ну, в первом случае, это там одна команда была, тут несколько команд. Для начала я не делал ничего. Я утром там провел дейли, все, я походил, мы там, не знаю, там раз в неделю, там раз в пару недель в месяц выпили пиво, я такой, вау, классно, а потом кто-нибудь уволился, я такой, блин, ну это вот, конечно, неприятная ситуация произошла, надо с этим что-то делать. Как минимум, как минимум, вводите в One by One любые форматы в StatEach, на которых и вы, там, как начинающий, как опытный Team Lead, и команда, там, отдельный член команды может дать обратную связь. Даже если он скажет, не знаю, там, Team Lead, там, Стас, ты мне не нравишься, потому что ты отвратительный человек, это хорошо. На текущем, там, месте работы я позволяю, там, делать, давать любую обратную связь, и всегда, даже если вы, там, не знаю, хотите меня нецензурно лексикой обложить, то это ваше право. Есть вещи, которые человек не скажет и команде, не зная, там, зарплата, здоровье, что угодно, и никакие, там, и транспективы, если у вас, там, скрам, команда, никакие другие мероприятия, личное общение никогда не изменит, потому что самая, там, эффективная коммуникация, там, вот, со времен, не знаю, там, заводов, это пойти в коллылки пообщаться, пообсуждать, там, начальство, пообсуждать, там, Team Lead, не знаю, там, завсклада, кто там, и так далее. Нет, ну, если к тебе приходят и говорят, ты знаешь, Team Lead, ты не очень, это еще, ну, как бы, хорошая обратная связь. Очень часто приходят и говорят, меня все устраивает, мне все нравится, и все. Что вот в такой ситуации делать, когда ты понимаешь, что человек, ну, просто не готов вообще что-то тебе говорить? Слушай, ну, надо, на самом деле, наблюдать за людьми, потому что любая, любые проблемы, которые, там, возникают у человека, они все равно выходят наружу. Независимо от того, насколько он, там, скрытный, насколько, там, он умеет, там, хранить, там, тайны, это и так далее. Если, там, на прошлой неделе он с командой, там, коммуницировал, там, все более-менее, даже, там, возможно, если он, там, не знаю, достаточно душный человек, и он тяжело коммуницирует, но, тем не менее, и ты видишь, что что-то изменилось, то, ну, имеет смысл на это обратить внимание. И потихоньку, помаленьку пояснять, что происходит. Надо понимать, что человек не пойдет к тебе, там, на исповедь не будет, вернее всего, не будет рассказывать. Если, там, каких-то близких отношений с командой нет, то спросишь, там, все хорошо, все хорошо. Подмечайте факты, смотрите, что изменилось поведение, спрашивайте, что там случилось. Даже если он, там, яма не скажет, вернее всего, там, через одну, там, полторы-две беседы, там, все равно какие-то проблемы появятся. Никто не мешает точно так же общаться с командой. Если команда, тем более, видит, что что-то поменялось, пойдите, спросите, там, у одного, там, двух сокомандников, можно, там, пачкой собрать, спросить, а вот у вас тут Вася что-то грустный ходит, там, ничего у него не случилось. Узнавайте. Если человек сам не сказал, то лучше пойти, потратить свое время и попробовать уточнить, потому что вся эта штука, весь этот негатив, он же накопительный эффект имеет. Сегодня ему, там, стало русно, завтра он, там, просил выходной внезапно, просто завтра еще что-то, а через месяц он уволился. А ты участвуешь в подборе каким-то образом? Да, да. Как ты понимаешь, что человек вообще подходит твоей команде или не подходит? Сейчас непосредственно софтами я не занимаюсь, ну, вот, я планомерно, что вот пошел и оценивать софты. Я не скажу, что я подъем это профессионально умею. Я никогда этому не учился и наверняка есть люди лучше меня, которые в этом разбираются. Обычно, на самом деле, вот по идущему опыту у нас интервью, они там достаточно весело строились. И мы подбирали людей, которые умеют, которые в первую очередь не боятся общаться с командой. Ты смотришь, знаешь, у человека там геймерская КСЛ и говоришь, ну, слушай, у меня тут вопрос технический есть, а где КСЛ брал, короче? И вот такие вот по среде интервью это, ну, во-первых, выбивает немножко из колеи такой, типа, нифига себе тут вообще какой-то дичь происходит там. Обои там, знаешь, с этими, с коврами в зуме ставил такой, говоришь, как тебе моя квартира? Интервью, это же не допрос, это общение. И нужно сводить все интервью, любое там техническое собеседование к простому общению. Если тебе комфортно с этим человеком общаться, если ты видишь, что он раскрывается, что там никаких особых проблем нету, то замечательно. Когда некомфортно, во-первых, сам поймешь, ну, что ты не готов там взаимодействовать с этим человеком, ну, либо какие-то его там проблемы могут всплыть. Вот сейчас в компании или в предыдущую у вас есть анбординг? И если есть, то это обязанность темлида все-таки или всей команды? У нас был анбординг и вот у меня в предыдущей компании, и в текущей компании. Немножко эти процессы там разнятся. В прошлой компании это была обязанность темлида и продакта, где темлид рассказывал про техническую составляющую, а продакт рассказывал про космические грабли. Ценность там продукта, чтобы человек там подошел и начал двигать задачу чуть-чуть мотивированнее, чем обычного. Сейчас мы вот на текущем месте работы мы изменили немножко этот процесс, и анбордингом занимается на самом деле достаточно много человек, сейчас этим занимается HR, там какие-то общие вещи рассказывают, есть этап анбординга мой, где мы собираемся минут 20, я слушаю вопросы человека, отвечаю на них, озвучиваю свои ожидания как члена команды, что там от него жду, что от команды жду, что от соседних команд жду, чтобы он понимал плюс-минус, куда двигается вся эта шлюпка наша. И следующий, последний этап анбординга, это анбординг уже леда и команды, где занимается лид, уже рассказывает непосредственно про техническую часть продукта, которым занимается команда, подключает команду, где команда показывает документацию, еще что-то, еще что-то, еще что-то, вообще знакомится, ну и последний там этап, этап, это уже с продактом, если у продакт, у команды есть. Ну, вернемся к твоему опыту, скажем так, что ты делаешь, когда к тебе приходит сотрудник и говорит, Стас, я все, я ухожу. А что случилось? Я же темлит, что случилось? А что случилось, да, обязательно нужно задать, наверняка есть проблемы, в принципе, большую часть проблем можно решить. Обычно, знаешь, проблемы там классифицируются на два каких-то таких домена. первое, это мало денег, второе, это мало задачи. Или, точнее, не мало задачи, а скучные задачи. Вернувшись к конбордингу, хочу сказать, что вот в последнее время у меня таких проблем там со скучными задачами особо нет, потому что первое, что спрашиваем на техническом собеседовании, когда уже все, уже закончилось, какие ожидания? Ну, что ты вообще ждешь? Вот мы сделали тебе офер, ты пришел, и что ты там ждешь? Все. Итого чудный мир непонятной новой разработки открывается. И 100% людей говорят интересные задачи. И тут самое главное вопрос задать, а что такое интересные задачи? То есть, возможен такой вариант, что человек подходит, все хорошо, но его представление о задачах интересных каких-то никак не коррелирует там с тем, что у вас есть в компании, есть на проекте, и тогда, наверное, проще отказать. Если все-таки человек подошел, говорит, все, я там готов на лыжи, я готов уходить, то имеет смысл поговорить о зарплате, возможно, это какой-нибудь ИПР, индивидуальный план развития составить. Вообще, на самом деле, очень действенная штука, когда ты можешь человеку пойти, сказать, вот, ты делаешь что-то, то-то, то-то, где, там, количество и качество задач, которые прогрессируют, взамен, там, получаешь, вот, там, не знаю, должность, плюшку какую-то, там, не знаю, там, поездку в Анапу, фиг, вы знаете, что-то там, готов и должить. Человек видит, что компания, во-первых, в него вкладывается, во-вторых, человек видит, что ему не нужно сидеть, там, бесконечно, какой-нибудь легоси двигать, что, возможно, все-таки эволюция какая-то. Это, в принципе, решает проблемы и задач, и, там, денег. Бывает такое, что люди выграют. Бывает, объективно. Тут, в зависимости от того, знаешь, не столько, насколько сильно выгодил человек, а насколько быстро он умеет восстанавливаться. если он умеет, там, посидеть пару дней, отдохнуть, и такой, все, я готов дальше работать. Вот на практике было такое. То проще сказать, слушай, иди, это поспи, там, не знаю, погуляй, там, с собакой, с котом, там, с кем угодно, можешь с обоими, возвращайся. Тоже достаточно действенная штука. Если человек не готов, там, все, я, ну, совсем не могу. Ну, все, я, даже если ты мне месяц дашь во времени, я, ну, не получится у меня. Ну, тогда, что ж, идется расставаться. Тогда, надо, знаешь, план Б включать. Это договариваться о уходе. Ну, то есть, давай ты, там, не 14 дней, допустим, а 15, чтобы там место не пустовало, чтобы мы хотя бы поиски начали. Ну, то есть, из любой проблемы, из любого сценария, возможно, выхода, тут вопрос, там, приложения сил. Грустно. Мы, конечно, тема с тобой затронули, тяжелую, давай немножко хорошим, а что вот тебе нравилось, что вообще самое лучшее в работе, тем ли, да? С командой общаться, кодить, ну, это тот же код, который пишет любой член команды, по большому счету. Общаться с командой, знаешь, в каком формате? Не то, что пошли там на дейли, пообщались, такой, как дела там, я делал там, вот такие-то задачи буду делать, такие, проблем нет, или там проблемы есть. Общаться для повышения там компетенции каких-то команды, то есть какую-то демку провести, какой-то прототипчик накидать команде, закинуть что-то там, и серчить там, ссылку команде скинуть, вот, пойдите, почитайте, вот, прикольная штука. Поставить мержи там, какие-то предложения закинуть. Это и команду развивает, что вот ты, раз, там, закинули, ух ты, ничего себе, какая прикольная штука, можно пойти попробовать. Даже если команда никогда ее там использовать не будет, такое, типа, нифига себе там, так и тебя развивает. Ты все-таки там не упираешься в продукт, ищешь для вот конкретного какого-то случая, для какой-то конкретной задачи вещи, которые ты, может, никогда не знал, там, не слышал, не пользовал, и так далее. Хотя бы пойти, почитать, что вот такое есть, возможно, когда-нибудь используем, даже если никогда не будешь. Короче, самое крутое, это, в принципе, что ты вкладываешься и в свое, и в развитие команды. Да, да, тут понимаешь, к вопросу, кто такой Team Lead, это, там, не самый крутой разработчик на селе, не самый крутой менеджер, там, в компании, который может пойти вот так вот, одной рукой, там, в экологии двигать, второй, там, Элиза выпускать, не знаю, вот такой вот. Это человек, который хочет инвестировать в себя, инвестировав в команду. Вот, наверное, вот так. А что самое сложное в работе Team Lead? Как ни парадоксально люди, в зависимости от того, как ты Team Lead стал. Если ты вырос в команде Team Lead, что вот там потихоньку, потихоньку подняли, знаешь, момент, когда приходит понимание, что нужно скиллы команды двигать, где-то возможно, и понимание, что вот в каком-то, в какой-то момент, там, скиллы команды, там, отдельных членов команды, развитие этих скиллов, оно не то чтобы остановилось, может, оно замедлилось. Тогда, знаешь, такой эффект, как его правильно, Данинга Кат-Югера, по-моему, возникает, когда люди имеют там какое-то представление об области и думают, что вот, вот это вот самое правильное, что есть. И, собственно, надо вот сидеть, и баровать, тебе будут доказывать, почему ты неправ, почему там CICD, которые ты вез, неправильные, а в других, как это правильно, нормальных компаниях, все по-другому и хорошо, и тебе надо сидеть, решать вот этот конфликт, который там, возможно, ни из-за чего возник. И второй момент пытаться, вот не сделать так, чтобы этот конфликт там еще больше разросся, что сегодня там один человек у тебя там воюет, а завтра там вся команда там с виллами становится. Второй момент, это, знаешь, когда ты в команду приходишь вот там откуда-то со стороны, допустим, из другой команды. Это вот вопрос авторитета. И тут, наверное, вообще не важно, какими ты там технологиями владеешь, вообще абсолютно без разницы. Тут вопрос в том, насколько ты умеешь с людьми договариваться. Не уровне вот сейчас пойдем, поделаем задачи, а завтра пойдем, поделаем задачи. Это, знаешь, начинает походить на какое-то шахматы, не знаю, такое поле боевых действий, где ты пошел, вот здесь вот добился своего, там отступил, отступил, что потом, там через неделю все случилось так, как ты хотел. Это, ну, достаточно там тяжелая штука, приходится. Ну, на самом деле, и для тем лида, который вырос в команде, это такая же проблема, что ты должен вот этой системой, там, сдержек правительного веса, вот этих там, вот этой весов, вот этими весами, там, каким-то чудом оперировать, чтобы там добиться результата. Ты затронул интересную тему, а что для компании лучше, вырастить внутри команды, тем ли да, или взять со стороны с каким-то релевантным опытом уже? Как ты думаешь, что лучше? Ну, вообще, правильнее, я за то, чтобы выращивать людей. Но это же долго. Это долго. Это больно, это долго, это не факт, что получится хорошо, но со стороны компании, вот для меня даже, правильнее было бы выращивать людей, не тащить их откуда-то, даже если это суперкрутые ребята. Почему? Потому что хороший темлит, он там умеет и, возможно, покодить, и договориться, и что не самое немаловажное, он знает все о продукте, вот все, что там есть, ну, хотя бы там какие-то основные, какие-то болевые точки того продукта, который делает команда, он знает. И он там сидит такой, ага, вот, пойдите по столу, идите туда, возможно, там, не знаю, единичка вместо нолика, что-нибудь такое. Правильнее все-таки, наверное, выращивать, потому что это, ты выращиваешь человека и вырастешь вот как раз человека, который знает, и все знает о продукте, и вернее все лоялен, раз он там какое-то время в команде остается и готов там вырастать. И вообще все классно, все довольны. А какие должна условия компания давать, чтобы все-таки можно было расти, как тем лидом? Полинять от решений, возможность полинять от решений. Понимаешь, какая штука, наверное, легко быть, как там, не знаю, HR-галет там, красным руководителем, вот эти вот все истории там, не знаю, я уже наслышался, возможно, сейчас какие-то штуки страшные скажу. Важно давать возможность принимать от решения и нести ответственность за это. То есть, если там, не знаю, вопрос-то о том стоит, что вот у нас там мобильное приложение не работает, не показывает там, не знаю, список продуктов. Ну, например, допустим, важно, наверное, не сказать, вот, пойдите вот туда, нажмите эту кнопку, там, напишите вот такой код, а команда, лид, давайте. Есть проблема, ее нужно решить. Желательно вот с такими-то методиками. Если не получится, то с такими. Если совсем все не получится, то давайте вас уволим, не знаю. И смотрите, как команда решает эту проблему. Пока ты не даешь команде, пока ты не даешь там, лиду команды работать, заниматься решением проблем, ты не вырастишь там ни самостоятельного разработчика, ни там, не знаю, никого-то там самостоятельного человека не вырастешь. Если у команды получилось, то, естественно, надо сказать спасибо, а может даже большое спасибо в любой там форме, принятой в компании. Если не получилось, то тут тоже надо уметь действовать, разбираться, почему не получилось, там, привлекать там к ответственности, которая там принята в компании, желательно нематериальный, сразу всем HR-ам, нематериальный, это плохая практика. Но, тем не менее, чтобы любой там человек в команде, независимо от там позиций, да, любой человек в компании понимал, что есть какие-то действия, а есть последствия этих действий. Не обязательно плохие, не обязательно хорошие, но он чтобы знал, что вот сейчас я поработаю вот так вот, затем получу там зарплату, а до этого или после этого произойдет еще что-то, там, не знаю, мне грамоту выдадут за то, что я молодец, неважно, что угодно. Ну, чтобы он понимал, что он что-то может изменить. И тогда вот люди, там, самоорганизовываясь, ишая какие-то общие задачи, естественно, будут вырастать. Ну, надо понимать, что вот эта вся самоорганизация, тоже их там контролировать нужно. Ну, то есть, не сказать, что команда, вот проблема, все, я закрыл дверь, и вот так вот, и там, как решите, вернетесь. Все равно спрашивают, что там у вас происходит, интересоваться, направлять, но тем не менее, тем не менее, выбор внутренний вот этих рамок проблемы должна там, и там решение вот этих рамок проблемы должно, собственно, за командой быть. Хорошо, спасибо большое, Стас, что поделился с нами и печальным, и радостным опытом. Я думаю, это было достаточно полезно. А с вами был подкаст Бак Репорт, слушайте нас на всех платформах, скидывайте друзьям. Меня зовут Софа, всем пока-пока. А меня Стас зовут пока. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон» Субтитры подогнал «Симон»